О тенденциях моды работницам этого завода известно все. Более 25 лет новочебоксарское подприятие специализируется на пошиве сорочек для мужчин. Здесь знают, как угодить даже самому взыскательному покупателю. Сейчас в модельном ряду фабрики свыше 150 видов сорочек. Мы наработали, во-первых, огромный опыт работы с таким сложным производством предметов одежды мужского гардероба, как мужская сорочка. На данный момент времени мы производим порядка 500 тысяч сорочек в год. Качество производимых сорочек одними из первых на себе испытывают руководители завода. Если вы вот здесь вот посмотрите, то вы здесь увидите, что это вот как раз наш новый бренд. Ну все, правильно. Если директор носит, наверное, лучшая реклама, когда директор носит постоянно как бы свою продукцию. Дело в том, что мы свою продукцию-то для себя и делаем, в первую очередь. Я как мужчина, как потребитель смотрю на это с этой точки зрения. Многое в этом бизнесе зависит и от показов продукции на выставках и фестивалях моды. Мы встречаемся со своими клиентами, клиенты выбирают нашу коллекцию, одобряют или не одобряют что-то. И через этот фильтр проходит практически вся наша коллекция. И попадает на прилавки только то, что выбирают окончательно клиенты. А наши клиенты – это предприниматели в основной своей части. Они знают свой рынок, они просчитывают объемы этого рынка, они планируют тот ассортимент, который им необходим для продажи в следующем сезоне. Здесь шьют сорочки на любой вкус и кошелек. Если экономичные варианты производят из синтетики, то премиальные модели – из натурального хлопка. Руководитель завода говорит, что в рознице качественная продукция не может стоить дешево. Ванлаг и тому подобные премиальные марки, они стоят в среднем в рознице порядка 200 евро. На данный момент времени. Наша же сорочка в рознице стоит 7-8 тысяч. То есть практически в два раза дешевле. Качество материалов на первом плане. Партнеры Новочебоксарского завода, ведущие производители тканей страны и Европы. Продукцию завода сейчас реализуют в более чем 70 городах страны. Там, где работают фирменные магазины и фабрики. Наши потребители в основном в России. Практически по всей России. От Калининграда до Владивостока. Также мы поставляем в Белоруссию и в Казахстан. На предприятии подсчитали, что только за две недели работы здесь могли бы пошить сорочки для всех мужчин, проживающих в Цивильске и Канаше. Объемы выпуска продукции за последние годы выросли в 11 раз. В сфере легкой промышленности швейная фабрика занимает ведущие позиции. Наряду с производителями обуви. Закрыто акционерное общество «Элита» более 25 лет занимается производством сорочек для мужчин и для мальчиков. В 2017 году они вышли на рынок с новой торговой маркой, которая получила уже широкую известность. Основой успеха закрытого акционерного общества «Элита» является использование импортного оборудования, качественного сырья, первоклассных тканей и, безусловно, итальянских лекал. Легкая промышленность в республике развивается довольно динамично. Сейчас в этой сфере порядка 300 организаций обеспечивают рабочими местами более 9 тысяч человек. По итогам 2017 года объем произведенной отгруженной продукции предприятиями легкой промышленности превысил 5 миллиардов рублей. Причем 60% из этой отгруженной продукции – это продукция, произведенная предприятиями, производящими одежду. Здесь стоит отметить сразу такие предприятия, как «Элита», «Кайсаров», «ХСН», «Швейная фабрика Пике». Есть и другие предприятия, которые активно развивают и занимаются реализацией инвестиционных проектов, направленных на расширение и модернизацию производства, на импортозамещение и на расширение ассортимента производимой продукции. В региональном министерстве экономики для бизнесменов предусматривают всевозможные меры поддержки. Основные меры господдержки, которые получают наши предприятия легкой промышленности на федеральном уровне – это господдержка в виде возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на пополнение оборотных средств и на финансирование текущей производственной деятельности. Если брать республиканский уровень, то чаще всего предприятия легкой промышленности получают в извещении части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на реализацию инвестиционных проектов, а также представление налоговых льгот. Ведомстве уверены, что господдержка для бизнесменов станет стимулом реализовать и новые проекты, а это залог стабильного экономического роста. Субтитры создавал DimaTorzok